Ксения, вы не преподаватель, но вы предприниматель, руководите фабрикой предпринимательства для детей. Зачем вообще детям знакомиться с такими, казалось бы, взрослыми понятиями? Что им это дает? И нужно ли вообще детей из такого раннего возраста знакомить с бизнесом? У нас дети разных возрастов от 6 лет до 18 лет. Именно в этом возрасте формируются навыки. Не люблю английские слова, но скажу, у нас есть hard skills, есть soft skills. Как раз-таки в нашей школе мы развиваем soft skills, именно мягкие навыки. Что это такое? Сейчас у нас современные дети, они не хуже нас, как говорят нетрэда, поколения. Они просто другие. У них и отличается мышление, клиповость мышления. Они воспринимают сразу целостность картинки, в отличие от нас. Вот мы обучаем именно мягким навыкам, то есть умение взаимодействовать, коммуницировать с ровесниками. То, что является прям болью нашего поколения. И, конечно же, формировать это лучше в более юном возрасте. Целеполагание, тайм-менеджмент, коммуникация, ораторское искусство, лидерское искусство. Это вот то, что не обучают у нас в вузах, так скажем, в школах. Там у нас hard skills, у нас же упорно-мягкие навыки, soft skills. Вы уже затронули тему, чем отличается поколение взрослые, чем сейчас современные дети отличаются. Так вот, есть ли здесь еще у детей преимущества перед взрослыми в плане каких-то стереотипов, отсутствия стереотипов? Конечно, есть. Сейчас они более открыто, так скажем, с распахнутыми глазами смотрят на мир. Они именно впитывают эту информацию. Безусловно, мы стараемся, педагоги нашей фабрики, они стараются найти подход к каждому ребенку, стараются общаться с семьей ребенка. Обязательно после занятий идет обратная связь по каждому нашему подопечному, так скажем. Но без семейной поддержки, без участия в семье, к сожалению, невозможно добиться той цели, задачи, которую мы ставим. Дети, которые приходят к вам общаться, запускают какой-то проект, вот для них это игра? Не буду говорить, что нас все сразу же защищают бизнес-проект и станут предпринимателями. Был случай, девочка выдрала грант 14 лет, но она выбрала направление деятельности пиццерии. Но даже мне 32 года открыть пиццерию, другое направление, будет сложно. А ребенок, конечно же, он не воспользовался мерой поддержки. Поэтому многие дети довольно-таки серьезно относятся к этому. В этом году у нас небольшие стажем трансформации. У нас дети будут готовить бизнес-проекты реальные. Например, платон занимается микрозеленью у нас, значит, будет либо оборудование, либо сырье. Кто занимается мыловарением, значит, будут опять-таки оборудование и нужные ресурсы для дальнейшей деятельности. И, конечно же, они загорелись этой идеей, что теперь они не просто с бизнес-проектом диплом получили, установленного образца, и все от фабрики. А мы еще помогаем им бизнес-проект трансформировать либо под социальный контракт, если это семейный доход позволяет, либо под гранты. Я думаю, наверняка у многих, может быть, даже у родителей, которые посмотрят интервью, есть мнение, что дети должны оставаться детьми, а не пытаться там строить бизнес. Пусть даже там отчасти в какой-то игровой форме. Вот что скажете на это мнение? У нас нет такой задачи даже абсолютно. Наоборот, мы проводим интерактивные, все в виде игровой формы занятия. У нас 20% теории, 80% практики. Если приходят предприниматели, действующие наставники, наши успешные города Барнаула, это в игровой форме происходит. Но опять-таки по-серьезному дети задают вопросы про бизнес-модель, про финансовый план и так далее. Действие, наоборот, мы не забираем. А действительно ли сейчас много детей стремятся с юных лет получить нужные навыки для построения своего дела? И если да, то с чем это связано? Свежая статистика. Проводили мероприятие в Барнаульской школе. Номер не буду называть. Нас пригласили туда. И когда спросили, кто хочет стать предпринимателем, было 5 классов. В каждом классе 15-16 человек поднимали руку. И причем они четко давали ответы. Дети 3-й класс, они четко давали ответы, кто такой бизнесмен, кто такой предприниматель. Это 50%. Ну, вы вот уже частично ответили на этот вопрос, но все-таки его задам. Вот когда мы говорим о предпринимательстве, наверное, дети могут как раз думать о том, что они там будут потом зарабатывать миллионы. Но если вот ребенок проходит обучение, пусть он не станет зарабатывать, но он получит какие-то навыки. Вот в обычной жизни, в школе, в семье, в обществе, как эти навыки будут его отличать, чем они ему помогут. То есть чем полезно вообще, наверное, всем детям получить какое-то подобное образование? Мы ведем успехи наших детей. Ребенок приходит до, мы впечатляем, ведем портфолио, запечатляем, и ребенок после. Поэтому здесь наглядный пример. Ребенок приходит до замкнутости, даже скажем не замкнутости, а умение коммуницировать в интернет-ресурсе. Это тоже боль нынешнего времени. По итогу, он уже, есть живой пример, у нас в школе мальчик, второй год у нас остался, ему 14 лет. Пришел один ребенок, не умеющий взаимодействовать в социум. Сейчас это ребенок, у которого бизнес-модель, бизнес-план, он хочет ее развивать, поддерживается правильного питания. И он лидер, он один из лидеров на нашей фабрике. Конечно, это пригодится в школе, умение вести со собой, умение считать свое время, умение распоряжаться финансами. Это то, учиться надо. Мы их поощряем за хорошие оценки в школе. Но и нужны эти навыки, чтобы комфортно себя чувствовать в окружающей среде и в социуме. В обществе последние годы складывается такое мнение, что быть предпринимателем круто, быть наемным работником не круто. Ну вот, как вы уже сказали, что даже по опросу детей это понятно. Это здоровая или все-таки нездоровая тенденция в масштабе общества? Я считаю, что так категорично, чтобы звучало, что предпринимателям быть круто, а наемным специалистам нет, это однозначно я с этим не согласна. Потому что есть высококвалифицированные действительно специалисты своего дела. И в конце концов я тоже работала в найме, я не сразу стала предпринимателем. У меня был, так скажем, путь в эту деятельность. Предпринимательства должны идти у кого горят глаза, у кого есть четкий план, кто не боится брать риски на себя. Специалисты, опять-таки, тоже надо уметь быть этим специалистами. Я считаю, у нас много и молодых специалистов, и специалистов уже, скажем, которые перешли грань молодежи. И я не считаю, что они не круче, чем быть предпринимателем. Я думаю, дети с возрастом это осознают. Я уверена, и на фабрике у нас не все откроют свой бизнес, но кто-то станет действительно просто специалистом, высококлассным в своем деле.